Молодым политикам Мордовии уже есть о чем рассказать. Школа, в которой активисты проходят политическую подготовку, существует в регионе почти 10 лет. Обучение прошли больше 250 человек. Екатерина Чугунова, учитель химии Центра образования «Высота», рассказывает, что дала ей школа молодого политика. Благодаря школе молодого политика я не только расширила свои знания, но и сформировала четкое понимание своей профессиональной цели. Сейчас я занимаюсь должностью советника министра образования Республики Мордовия. И те знания, которые я получила в школе, они мне очень сейчас пригождаются, и я их применяю в своей новой должности. Каждый активист выбирает свое направление – забота об экологии, продвижении спорта и здорового образа жизни, волонтерства. Полина Домнина – студентка третьего курса медицинского института. Уже сейчас развивается в профессии и дважды отправлялась с гуманитарной миссией в прифронтовые госпитали. Так родилась инициатива, которую теперь продвигает студентка. Я выдвигала инициативу о возможности прохождения практики в зоне специальной военной операции. И наш университет поддержал данную инициативу сразу после сдачи летней сессии. Отправилась снова в Луганский госпиталь, где проходила практику, ассистировала врачам на операциях, делала инъекции, перевязки и прочие манипуляции. И это получилось благодаря ректору нашего университета Дмитрию Деничу Глушко. От своих достижений к вопросам. Молодые политики в первую очередь интересовались, как продвинуть свои инициативы и сделать свои проекты всероссийскими. Спрашивали, какими качествами должен обладать политик и всем ли открыта дорога в политику. Глава региона отмечает, любая инициатива, которая приносит пользу народу, а значит и государству, достойна внимания. Коробу отремонтировать в селе или, допустим, в медицинских пунктах или в школе организовать правильно образовательство – это тоже политика. Мы же все в этом убеждаемся, на что обращают внимание люди. Через конкретно такие проекты она и выстраивается в наших государственных политиках. Открытый диалог, обсуждение будущих проектов и ценные мысли и советы от политиков взрослых. Руководитель региона пообещал стать спикером в следующем потоке школы молодых политиков, которые стартуют в республике уже через пару недель. Депутат Федеральной Госдумы Василий Пискарев отметил, что Мордовия регулярно становится источником полезных инициатив и дал активистам полезное наставление. Три вещи, которые никогда больше не вернуть – это время, это что? Слово, что еще? Возможности. Поэтому, получается, берегите время, не теряйте возможности и думайте на каждом своем слове. Тогда все получится. Светлана Млашина, Евгений Фролкин. Наши новости.